Приветствую всех зрителей моего канала. Сегодня вас ждет краткий обзор базы отдыха Сингербай. Сингербай это озеро, которое находится примерно 40 километров от центра города Тарас. Ехать до него недолго. Если соблюдая ПДД, то дорога займет около часа. Начали свой путь с центра в районе бывшего зеленого базара. Немного проехав по улице Толюбидо площади, мы свернули на проспект Абая. Спустившись сниз по Абая, поворачиваем на улицу Сулейманово. И по прямой все время по главной дороге едем до села Асса. Это примерно 22 километра. Проезжаем бывшие ГАИ. Сейчас гостиница Астана. А это суперфосфатный завод. Субтитры сделал DimaTorzok Абагазин Не доезжая с села Оса, есть бахчевой рынок, на котором мы решили прикупить арбуз. Выбрать самый сладкий из пилы арбуз нам помог этот замечательный продавец. Огромное ему спасибо! Арбуз вытянул на 10 килограмм, а стоимость одного килограмма 55 тенге на тот момент. Прикупив арбузик, мы отправились дальше в путь. Дальше по дороге будет железнодорожный переезд. Аккуратненько его проезжаем, едем до перекрестка. Село Оса остается прямо, а нам нужно повернуть направо. Повернув направо, едем до поворота на село Пионер. Оно же Ошибулак. Все координаты я оставлю в описании под видео. Далее проезжаем село Шайдана. Хочу отметить, что в этих селах установили камеры видеофиксации. Так что лучше не превышать скоростной режим, дабы не пришло письмо счастья. Ну что ж друзья, мы почти приехали, осталось повернуть с главной направо. Но если ехать прямо, то дальше можно проехать на озера Сингербай 2 и 3. Кто был там и помнит, пишите в комментариях. Буду рад вспомнить вместе с вами. Вот мы и прибыли на место назначения. База отдыха Сингербай. Кстати, въезд на территорию словно бесплатный. Стоимость уже включена либо в дневной отдых, в 2500 тенге с человека, либо в суточное проживание. Первым делом мы отправились к домику администрации, чтобы получить постельные принадлежности и посуду. А потом уже идти в наш коттедж. Если вы, как ими, планируете отдых с ночевкой, то рекомендую забронировать коттедж заранее. Стоимость проживания разная, зависит от выбранного коттеджа. А мы выбрали бюджетный вариант, коттедж номер 7. Сам коттедж непритязательный, без кондиционера и различных удобств. Но зато вместительный на 10 спальных мест. Как раз подходящий для нашей большой компании. По стоимости 3000 тенге с человека в сутки. Вот такие вот здесь кровати. раз комната, вторая комната. И вот большая комната. шесть кроватей. То есть здесь шесть мест. Здесь есть мангал, есть вот такие печи, казан, стол, навес. Там дальше озеро Сингербай, есть пирсы, выход на воду, есть спортплощадка. Вот тут вот, там турники, на которые я скоро пойду позанимаюсь. Ну, в общем, вот такое вот тут хозяйство. Вот спортплощадочка здесь. Баскетбольное кольцо. Пожалуйста. Вот такая вот зона отдыха Сингербай. Здесь есть вот для детей вот такие вот карусели. Такой вот навес. Здесь можно переодеться. Пожалуйста, без проблем. Перед купалкой. А вот сам пирс. Выйдем на озеро. Посмотрим, что здесь у нас вокруг есть. Какая красота и какие пейзажи. Мостик весь окутан камышами. Мост Jinf. Экзаж. Ха-ха-ха. Мостик на вопросы. Кstadк. Какая ц kg. Тревор. Часпор. Тревор. 았는데. Тревор. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...